Новости на канале СТВ. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Трагедия в Минской области. Этой ночью два человека погибли в Борисове при пожаре в частном доме. О возгорании на пульт МЧС сообщили очевидцы. К сожалению, спасти пожилую женщину хозяйку дома не удалось. В огне также погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается. Специалисты выясняют и причины произошедшего. А в Кобринском районе Брестской области из-за взрыва газа на воздух фактически взлетела летняя кухня. Ударной волной одной из стен попросту снесло, повыбивало стекла. Серьезно пострадал пожилой мужчина, который в этот момент находился в пристройке. С ожогами 90% тела он доставлен в больницу. И к событиям в мире самопровозглашенная Луганская народная республика в одностороннем порядке начала отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Процесс фиксируют наблюдатели международной миссии ОБСЕ. По данным информагентств, в районе населенного пункта Кировск уже отогнали три танка. Между тем, минувшую ночь жители Донецка провели в бомбоубежищах. Мощный артиллерийский удар нанесен по Киевскому району города. Повреждены 18 зданий. Бомба также попала в больницу. От разорвавшегося снаряда в селе Спартак сгорел жилой дом. Есть сообщение о погибших. Сложной остается гуманитарная обстановка в регионе. Медики обеспокоены ростом кишечных инфекций. Десятки населенных пунктов лишены воды, газа и электричества. Сразу четыре митинга за один день прошли в центре Праги. На улицы вышли противники и сторонники приема нелегальных беженцев. Первые призывали правительство закрыть границ для эмигрантов. Сторонники же выступали за сочувствие и поддержку попавших в беду людей. Сначала шествие было мирным, но уже вскоре полиции пришлось разнимать манифестантов. Между ними произошла потасовка. Напомню, чешское правительство решило до конца 2017 года принять в республике полторы тысячи беженцев. Две недели назад Прага уже пережила массовое столкновение, когда решение правительства разделило чехов на два воинствующих лагеря. В США плюшевая игрушка спасла жизнь пятилетней девочки. Ребенок выпал из окна третьего этажа. В этот момент малышка держала в руках любимую игрушку. Она-то и смягчила удар. В результате девочка отделалась лишь переломом руки. День рождения у самого знаменитого и любимого сыщика в мире. Актеру и сценаристу Василию Ливанову сегодня 80. Народного артиста России с юбилеем поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Василий Ливанов снялся не в одном десятке картин, но, пожалуй, самая выдающаяся его работа – роль Шерлока Холмса. Человеческий мозг – это пустой чердак, куда можно бить все, что угодно. Дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. За лучшее воплощение роли знаменитого сыщика в мировом кинематографе актер был удостоен Ордена Британской империи. Голосом Ливанова говорят и около 300 персонажей мультфильмов, в том числе любимые всеми Карсон и Крокодил Гена. Прикоснуться к святыне в Минск сегодня прибыл ковчег с частицей ризы Иисуса Христа. Доставили его из Ярославля. Также верующие смогут поклониться точному списку чудотворной толкской иконе Пресвятой Богородицы и иконе с частицей мощей святителя Игнатия. Пробудут святыни в Александроневском храме до 22 июля. Затем реликвии отвезут в Гродно. Радуга под Витебском в Лиозинском районе открыли детский оздоровительный лагерь. Событие, на первый взгляд, ничем не примечательное, если бы не несколько любопытных фактов. Во-первых, появился он на месте детского дома, необходимость в котором попросту отпала. Все его воспитанники разъехались по приемным и опекунским семьям. Чтобы здание не пустовало, решили передать его Витебскому детскому клиническому центру. И тут еще одна деталь – ремонтировали здание сами медики. С ними и пообщалась наш корреспондент Анастасия Вуд. Прическа, макияж, маникюр и идеально чистая, выглаженная одежда. Такой Марину Черенкову каждый день видят и руководство, и подчиненные, и маленькие пациенты. И сложно представить, что главная медсестра буквально вчера клеила здесь обои, красила стены и белила потолки. Я ходила в спортивном костюме, у меня был передник. И все удивлялись, зачем мне передник. А в переднике лежали телефоны, ножницы, гвозди, плоскогубцы, какие-то там молоточки, веревки. Все, что нужно было для работы. Собственными руками Марина Сергеевна и еще около сотни ее коллег приводили в порядок здание бывшего Черницкого детского дома, чтобы создать первый в Беларуси оздоровительный лагерь при учреждении здравоохранения. Главная концепция нашего государства, что никаких чужих детей в нашем государстве нет. И все дети, они свои родные. Многие детские дома, в том числе вот этот Черницкий детский дом-интернат, был закрыт. В связи с тем, что количество детей, в общем-то все дети, все до одного ребенка, были переданы в опекунские семьи или каким-то образом тоже устроены. Естественно, как и в любом лагере, здесь есть и медсанчасть. Причем особенная, с отдельным входом, санузлом и изолятором. В наличии у нас есть в лагере все препараты и для оказания медицинской помощи, и для первой помощи. Оборудование на кухне, тренажерный зал, мебель в игровых и спальных комнатах – неплохое. Наследство досталось лагерю от детского дома. А это, пожалуй, любимая комната для прекрасной половины лагеря. Здесь, в собственном салоне красоты, девочки делают друг другу прически, а тем, кто постарше, разрешают даже подкрасить губы. А вот ребята помладше предпочитают рисование и лепку. Здесь мы играем, здесь мы развлекаемся, здесь дискотеки проводим. У нас завтра будет конкурс пресс-лагеря, но мы еще не знаем, кто победит. Зато ребята знают, кто победил 70 лет назад в Великой Отечественной. Прямо на территории лагеря – братская могила, где захоронены советские солдаты. В 40-х в Лезненском районе 9 месяцев была линия фронта. Здесь захоронен герой Советского Союза, Кольцов Алексей Иванович. Мы, конечно, чтим ему светлую память, ухаживаем за памятником, монументом. Ну и, конечно, дети наслаждаются отдыхом. В этом лагере хорошая природа, лес очень большой, свежий воздух. Я не хочу уезжать из этого места. Здесь и правда очень красиво, здесь природа, здесь много друзей. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в 16.30. Субтитры подогнал «Симон»!